Друг, который лает, а иногда и кусает. Даже если такса или шпиц, это собака. Выгуливать нужно на поводке и в наморднике, особенно возле школ и спортивных площадок. Нарушителей фиксируют камеры видеонаблюдения. Есть штрафы. Но хозяев домашних рексов это не останавливает. Теперь проблема на контроле правительства. Двухмесячный срок я жду комплекс мер, направленных на ужесточение контроля над ситуацией, пресечением всех этих негативных моментов, которые были обозначены. Через камеру видеонаблюдения или визуально при личном контакте с сотрудниками ППС увидела такого гражданина на улицах нашего города с собакой без намордника, без поводка или на поводке длиной 100 метров, чтобы такой гражданин при наличии доказательств задокументированных привлекался к серьезной административной ответственности. Один из вариантов это усиление административной ответственности. Но и в то же время, мне кажется, необходимо и проработать вопрос, опять же, по опыту других государств. Это об определении мест для выгула этих собак. Чтобы можно было в том числе и проводить какую-то работу в случае выгула в неустановленных местах. И еще о безопасности теперь на дорогах. Говорили на совещании о необходимости пешеходных ограждений. В Террасполе это район РКБ, парк Победа, центрального рынка и магазина Орион. Еще одно аварийно опасное место – узкое колья на пересечении Краснодонска с переулком Кутузова в районе Покровской церкви. Чтобы исправить ситуацию, предложили нанести разделительную полосу и установить видеокамеру. А вот на перекрестке Карла Либнихта с переулком Раевского, кроме камеры, может появиться лежачий полицейский.